В Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина открылась выставка храма апостола Иоанна Богослова «Обновленный интерьер». Экспозицию, на которой побывала и наша съемочная группа, открыл ректор Санкт-Петербургских духовных школ, епископ Гачинский Амросий. На выставке, расположенной в итальянском зале Академии художеств, представлены эскизы росписи стены сводов храма Иоанна Богослова Санкт-Петербургской духовной академии. На церемонии открытия выставки ректор Академии художеств Семен Ильич Михайловский выразил удовлетворение от сотрудничества двух академий и желание содействовать развитию этого сотрудничества в дальнейшем. Ректор духовных школ, епископ Гачинский Амросий, рассказал об истории его создания храма и выразил благодарность молодым мастерам, выпускникам художественной академии и духовному наставнику мастерской Архимандриту Александру. И он привел мне Андрея, Кирилла, выпускников Академии художеств, которые, на мой взгляд, очень потворческие, как люди молодые, подошли к этому проекту. И мне очень понравился именно вот этот творческий подход. Не слепое копирование того, что было, а повторение облика, но уже в новом его виде, с новыми какими-то интерпретациями. Тем более, что за это время произошло многое в истории церкви, были канализованы новые святые, имеющие отношение к духовной академии. К моменту, когда молодые художники взялись за дело, в храме был расписан только плафон. Каноническая древневизантийская манера росписи не вполне гармонировала с классической архитектурой храма. Потому после многочисленных обсуждений владыка-ректор, профессор и художники нашли решение росписи стен и плафона, которое зачитало бы элементы канонической и академической традиции. Истоки изобразительного искусства в стиле классицизм многие путают, многие ошибочно полагают происхождение этого стиля из Западной Европы, из эпохи Возрождения. А на самом деле истоки этого стиля – это Греция, это Византия, это одна из ветвей византийского искусства. В эпоху классицизма все-таки благодаря такой очень органичной связи живописи с архитектурой стали появляться интересные вещи даже и в церковном отношении, хотя они вроде бы были сделаны совсем в другом характере. А чуть позже еще, в середине XIX века, стали возникать такие опыты, например, как опыт Мастерской Воламского монастыря. Они попытались совместить достижение академической живописи с достижениями канонической живописи. Вот, например, знаменитая Воламская икона Божьей Матери и романаха Алипия, который даже в Академии художеств одно время учился, вот это такой пример сочетания. И, в общем, получилось ведь, да, и даже чудотворная эта икона. Интересно, что помещение академического храма, по замыслу архитектора Александра Аполлоновича Щедрина, являлось и храмом, и актовым залом одновременно. И лишь после Великой Отечественной войны, когда из села Пельгара был перевезен иконостас, оно обрело статус академического храма. Иконостас конца XVIII века, то есть в стиле раннего классицизма. И уже под этот иконостас делался весь интерьер. То есть он формировал своим внешним видом весь образ этого храма. И когда мы уже приступили сейчас к работе, мы тоже смотрели на иконостас. То есть он нам много говорил, и мы как-то пытались создать сендерер, чтобы он гармонично смотрелся. Практика показывает, что что-то можно сделать. На примерах XIX века, на некоторых современных примерах. Мне даже кажется, что вот на примерах, на том примере, который сегодня мы на выставке видим. Ведь это не просто какие-то натуралистические образы. Они сделаны достаточно сдержанно. И в то же время у них есть многое, что является продолжением и академической традиции тоже. То есть вот одновременно и туда взгляд, и туда. И я думаю, что решить этот вопрос можно только благодаря тому, что будет развиваться искусство, и будут какие-то новые примеры. Плохое будем отметать, положительное будем принимать.